Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, он действует через людей Он действует в определенных местах Но он не нуждает Каких-то особых местах Дядей Каких-то личностей Какие-то сегодня субтитры Как мы говорим На одно скромное место Это название горности Это слово встречается В Пишеном Писании В Пишеном Писании Это гордница Но я не очень, Господи Я назову это место Самым важным местом На земле Это гордница, о которой Мы сегодня будем читать Самое важное Самое статистическое Место для Бога И на земле Вы спросите Почему? Причем тут Маленькая гордница Смотрите Эта гордница Находилась в Европе Это Богом избранный город Бывший языческий город Избранный Богом Для того, чтобы его имя там пребывало И там есть храм Огромный Божий храм Где имя Бога И было Сам Господи Славит Там Присутствовал В свое время Но после того Как в Европе Как из-за Идеания В Европе И в Европе И в Европе И в Европе И в Европе Бог Оставляется Этот храм И он ученил его мнения И он избирает Как и стихот Грабаков И вот Граба Временное Временное Оставление было Для два истого народа Богич Бог Подъявился к нему И Бог Избирал Один из тех людей Которые Снабираются Богом И я уже считал Что это самое главное Места Под австром Мир Тогда Благопланина И Для этого Несколько заключить Для этого Несколько заключить Причине Заключается То Что происходит В этот город Причине Заключается В том Почему Это Место Является Самым Главным Местом И он Постанк В этом городе Мы Обратили В этом городе В этом городе Переключили Какие действия Которые Собершались Собершались Годница И Эти действия Делало Как угодно С Самым Божьим Местом На себе Диаполту И Подражая Этому Наш Подгодник Может С Божнейшим Местом И В Киеве И В Украине Как Было Там И Для Украины Для И И Всего Мира Подражая Этому Наше Главное Состав Важнейшим Местом Для Украины А Возможно Потом И Давайте Мы Читаем Первая Глава Книги Деяния С Двенадцатого А Четырнадцатого Стихи Когда Они Возвращались В Иерусалим Завею Наслеваемой Елеон Которого Наслежится В Дни Иерусалима В Ристоянии Субботного Петли И Придя В Доскебгорницу Где И Придевали И Тот И 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 Они Видимо Душно Пребывали В И И И И И И И с растениями веками мы знаем, когда это происходит мы просто его говорили, что Иисус Христос возьмется на кроссад своих учеников и после того Ангелы наконец-то убедили учеников, что дух мистерно стоять на небо ничего не произойдет Иисус вернулся туда, где Он где Он в бедности проливал в этой сне Он сидит в плечах в этой сне Отца Своего и в свое время Он вернется и после этого ученики возвращаются возвращаются и Мид Гюрцога поископила на Иерусской горе в другими словами это Матвичная гора это возле Иерусалима недалеко, где был стиление Гиппания Вы знаете, что Иисус Христос на этой горе Он встречался с учениками 15 сад находится на этой горе это все борьбы, да, и нога Иисуса Христа вступит на эту гору, которую Он вернется ученики возвращаются и написано, что Иерусская гора предупредимо находится на расстоянии субботного пути что это было расстояние? Презрога это пилами не говоря, его расстояние считают от 900 метров до 1200 метров если по Иерусской горе считать это 2000 локтей а локоть 156 сантиметров вот плюс-минус примерно километров вы знаете, что проведенные евреи по указанию магазинов они могли пройти только вот по субботам определенную определенный путь значит, когда на земле была скиния вот самое дальнее расстояние по локоть от скинии это вот субботного пути дальше они не имели права некий дальше больше пройти путь это означало, чтобы ты собираешь работу когда оно так запрещалось фактически это расстояние было вот диаметром скилений которые находились тогда в евреи вот этот путь примерно четверть часов они прошли возращаются и вот если вы посмотрите друзья все вроде бы ничего особенного текст очень простой особый таких повелений или усилий можно видеть и увидеть самое первое если вы посмотрите друзья этот простой текст воспитан похожими и неизвестно в этом контексте мы можем увидеть особое действие то что делает эту гордость важным местом как мы уже отмечались и там какие предельства мы можем увидеть здесь самое первое гордость это место совместного исполнения води Иисуса Христа мы обретим внимание в 12 и 13 стихе в начале 13 стиха второе это гордость это место совместного изменения восемь руководителей всех 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 христа это 11 стихами это увидим и последнее гордость это место совместного поклонения всем церкви Христов это место давайте посмотрим все вместе подробно все эти действия и так самое первое первое гордость это место совместного исполнения воли Христов посмотрите 12 стих тогда они возвратились в Иерусалим с горы называемой Элеон которая находится близ Иерусалима за отстояние субботного пяти и придя и пошли гордости мне уже говорили они возвращаются в горы Элеонские они сказали что они прошли несколько суток но выхажется суббот уходного куда-то им надо было возвращаться они не могли оставаться на этой горе они не могли оставаться стоять им не только на небо но по наступлению они возникли свое исповедение это не их горд это не их мы знаем что они были исповеды кромочке обе из горёпа которого уже среди них нет и Иерусалимы это такого мегагорода это столица попробуйте опитать себя как простые рыбы и почему бы вам не возвращаться в свою галилею в которой он занялся своим бизнесом что вы делаете в этом Иерусалиме что вас привязывает здесь вы не являетесь мишельниками и великами вам не нужно подышать какое-то особое служение с вами и они вернулись бы в свой город и исцеление если бы ни одно но если бы они не обижали Иисуса Христова если бы они не были уже рабами Иисуса Христова они принят вам Иисусом Христов они выживали его и они понимают что они куплены кровью Иисуса Христа они чётко понимают смерть Иисуса Христа они свидетели воскресения Иисуса Христа они пренадлежат Иисусу Христов и у них у них чёткое поручение от самого Господа Иисуса Христа такое же поручение уже посмотрите эти 4 стих которые мы уже читали это непосредственно Бог что они здесь должны исполнить и собрать их Он поведение не отлучается с Иерусалимом но ждите отрешенного отца о чём вы слышали от Бога не услышали а все они отвечают и ждите того то что я обещаю вам и ждите кого кто придёт и ждать ты его если они пришли они вопратились в Иерусалим они исполняют Бог и их главные значения вот чему они призвались вот для чего они остаются А теперь Иерусалимы, для чего они остаются вообще на земле? Они являются служителями или они являются собственностью и соответствием. Их не на отношении быть, быть представителем Иисуса Христа. И не видишь в 15-м секрет и придя вошли в горды и веки. Буквально это верхняя комната была построена на плоской крыше, в домах и в новой стопе. Кстати, у нас в доме есть много еще ничего. Сейчас что-то такое помещение в завоих творениях. Немножко где-то помещение находится, некоторые предполагают. Возможно, это комната, где вечерия Господня с начала, но у нас нет доказательств такого. Возможно, эта комната, это помещение, этот дом принадлежал матери и она матка. Мы знаем, что она принимала их. Возможно, это то помещение, где вечерия Господь после своего воскресения являлся 11 ученикам. А одна к ученикам для них. Помните, где инфома, астана, астана и так далее. Но у нас нет точной информации. Мы знаем, что это находится в верхней комнате и в двойной, и в большей комнате. Для чего ее, как внутрь, до пятнадцатого, до пятнадцатого. И все, в общее сложности, мы чуть позже скажем. Там находится 120 человек. Как вы думаете, что это у нас помещение? Какие-то, будем думать, какие-то подпадения. А что здесь важно? Важно, что вот этот помещение, в городе, как помогает им, в силе, в силе, в силе, в силе. Пребывать в вашей жизни. Быть людьми. Быть обращением. и в жизни. И в больницу просто дать спорту, а в них, а в депутат. Вот о важности, все. А это иначе. У каждого из нас идет в подъеме в кустынках. И наши задачи, и врачи родные задачи. Будьте предоточены на том, чтобы исполнять их жизни, его поведение. И это важно, что у всех людей есть одновременность. Независимо от того, вы уже верующий человек или вы еще не верующий, если вы на пути для каждого человека есть у Иисуса Христа. Их множество очень любит, которые я покажу вам. Давайте я вам говорим, что в поведении посмотрим поведение для неверующего человека. Веряние в 17-й главе апостол Павел проповедует в Ариападе, и он говорит в 18-м и 6. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повеневает людям всем повсюду. Показывает. Ибо он назначил день, в который будет прадед наслужить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение тем, в отличие его иметь в межской. Главное поведение, которое оставляет Бог и Иисус Христов, то все люди повсюду, обратите внимание, что? Уверовать в Иисуса Христа. Уверовать Его Боговскую жертву, Его смерть, Его воскресенье. И стать Его депутатом. Стать поведенным грешником. Друзья, это повеление не то, чтобы вас ограничило отцепло. Это повеление Бога, чтобы вы имели жизнь. Иначе что происходит? Не покажившись, не уверовав в Иисуса Христа, посмотрите, и что распределись их? Ибо Он назначил День, который будет праведом судить вселенную. Будет судить вселенную за то, что они не исполнили Его повеление, за то, что не уверовали, не приняли Иисуса Христа, как Своего спасителя. И так делаете вы эти слова? Это не могли сделать. Это уже Иисуса Христа. А почему не пленит? И мы не знаем, когда этот День наступит. Когда Иисус Христа снова вернется. Когда Он заберется и сталкивается. И пока вы слышите, пока поведуете Слово Божие. И уйдите в Иисус Христа. Уберуйте в Его. Покаяйтесь. И обретете в Иисус Христа. И поможет вам Бог, друзья. И не присоединитесь к Иисусу Христа. Не присоединитесь к Иисусу Христа, где вере будет с этого место исправнять волю, и Госудеса, и другие повеления, зацепливаются из-за множества повелений. Я не чувствую, что просто некоторые из них непосредственно, которые как бы подходят. Посмотрите, пожалуйста, Евреон, Поксании, Евреон 10-ю главу. Я в новом переводе прочитаю. Ассор призывает 23 стиха. Будем непоколюбимо держаться исповедания веры. Которая дает надежду. Потому что тот, кто обещал нам, верим. Будем с вниманием относиться друг к другу, побуждать друг друга любви и добрым делам. Сегодня Женя очень важный и истинно напоминал о взаимной любви. И 25 стих очень важный. Мы не будем пренебрегать возможности встречаться с друг другу. А на данном переводе не будем отправлять собрание ваше. Не будем отправлять. Друзья, место, где неожиданное пришло встречаться с Христа. Это общее собрание. Это горе, где Бог нас прислал, где Бог нас поставил. Даже мечтать, что некоторые пренебрегают. Будем опотрять друг друга. Особенно видя, что День Господа уже приближается. День Господа приближается близко. Это День Близко наканчивала из нас. Это День относится к нам. Это День предназначено для нас, для тех. Вот этот День, это День, она близко. Поэтому, как у Горьих, и Горьих, и Министр, и Министр, мы приходим с удовольствием. Для чего? Для того, чтобы исполнить. Исполнить поручение Господа. Исполнить Его поведение. Вот главная наша цель. Главная наша цель в Лиспопилатусе, чтобы исполнять нас, быть верными Господу к нашему. Посмотрите, что 1 стих Петр говорит во 2 Петра 3 главе 13 и 14 стихи. Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли, где обитает правительство. Иисусе. Поэтому, возлюблены, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он не нашел вас в мире, незаспятленными и неполечными. Так, чтобы Он нашел вас в мире, незаспятленными и неполечными. Мы и ожидали не находились в свеществе Духов этого. Мы в ожидании находимся в предшествии нашего Господа в Англии. И мы в таком деле это ожидание счастья, конечно же, по домам нашим, конечно же, там, где мы работаем, но в томном месте, где мы стоим местным, как мы говорим, это наша Господа. Поэтому пусть Бог благословит людей, подождать первой церкви, быть первоапостольской церковью. И первоапостольской церковь собираются в гордостью, чтобы исполнить своди Христа. Второе. Второе, гордостью это место совместного единения руководителей и святей Христа. Посмотрите, друзья, пересеклись. Где и он предавали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фомас, Абонфоломель и Матюрик, Яков, Алтеев и Симон, Билов и Иуда, брат Якова. Петр и Яков, Алтеев, Иоанн. Это апостоль. Админус и апостоль. Это, конечно, ну, понятно, делаем попал, уже перечень, то, что написано уже в унике, не читаем. И что я говорю, друзья, вы увидите точно такой же перечень, вот за такие времена, но там есть разные. Я хочу по разнице показать. Я вот делал старицу, красивый цветом, виденную старицу, шкерок, но у Лохадиба надо учить, надо подобрать какой-то другой цвет. Хорошо, обратите внимание. Нет, вот наш текст, первая по Лонге и другой цвет, который уже Лука, мы знаем, что и Иоанн Георгий написал Лука, и Иоанн Георгий от Луки тоже Лука, и он там, как бы все полностью перечисляет, но здесь, как бы не подчисляет. В каждой четверке есть небольшие изменения. Хотя это одни и те же вещи. Я хочу обращать, пожалуйста, внимание. Вот первый текст, наш текст. Следите, читаем. Петр, Иоанн, Иоанн, Андрей. А другой текст на Луки. Другой порядок. Почему? Ну, как говорит Петр и Андрей, Иоанн, Иоанн, чем они связаны? Это прессия. Иоанн, Иоанн, и Андрей, это прессия. Андрей, в первых, в Англии. Это тот, который пригласил Петр. И Арков, я, становясь за людей, становясь Громовы, фу, энергетика, и что-то в другом. Это все такие. Тоже прессия. Но Лука, манулируя, меняет второе. Как и говорится, почему? Кроме образца уже не так важно. Так, смотрите, петр и Андрей рассеяются. Они не перемешаются. Потому что они руководители. Они бедные лица занимаются в сердце. Особенно, если имя Бог позволит, мы будем изучать дальше. Мы увидим это. Потом, вторая группа. Вторая группа, там тоже есть некоторые изменения. Фильмик стоит в первом паре, что он в Асфаламе, Масей, Фома. Видите? А Лука пишет, что сама партийство следовательно перемещается на второе место. В Асфаламе и Масей становится последним. В Асфаламе становится последним, то есть? Мы не знаем, почему это, с чем это связано. Посмотрите четвертую группу. Да? Симон Зилов там, если это иначе, там упомянулся, но это одно и то же, один и то же человек. И в этой группе есть все эти имена. Но почему я объединю, друзья? Эти перестанутки, может быть, не так важны. Важно, что в каждой четверке есть люди, кто они не меняют. Посмотрите, в первой всегда остается первым. В пятой всегда идет Фильмик. И в пятом столбе всегда идет во главе другой четверкой. Внутри этой группе, ну, и области карета по эмоциональным местам уже нет. Потом он блюдится на нюанс и скажет, что мы будем об этом говорить. Что здесь важно для жизни? Это, конечно, не чудесная информация. Мы снова вернемся. Но опять и поднимание, кто идёт? Эти люди – непосредственные представители государства. Они уже говорили, что импераи 12-й корензок оставляют временно, и он переключается без мусор, и все цели осуществляются уже через этих простых предметов. Я думаю, как это свои книги отвечают мне. Некоторые обратно на ситуацию не так поперечислили, которых они стали источником всего истинного учения. И я вот на основе это. Кто был? Кто был? Кто были сундаментом? Кто были восхоронены? Это апостолы, которые передали нам Слово Божье. Потом они были их, где они дали наставление церкви, чтобы оснащать церковь. Они предстояли собой пример Добродежи, и они назвали «Святые апостолы». Мы попрощались. Мы, по-прознанию, учимся у них. Они имели власть в варить чудеса. По сути, когда написано на 12-12, написано, что они имели власть в варить чудеса. Мы, по сути, посмотрели, посмотрите. Мы смотрим на то, что они какого-то огромного, важного представления. Кто эти люди? Посмотрите. Иисус Христос обучал их. Но кто-то не живет, по-моему, в соучениях. Во-первых, им не хватало духовного понимания. В 40 дней Иисус Христос не власть. В 40 дней Он наставлял Хвоста Божьего. Потом у них не было смирения, у них не доставало смирения. Они не сказали, кто из них главный, кто из них первый. Помните? Потом у них не хватало денег. Это слово «молодой». Кому Иисус Христос? 4-й раз Иисус Христос обращается этим словом. Кому Он обращается? Он обращается к ученикам. Он не обращается к неверующим людям и неверующим людей в большинстве. У этих есть вера, но он маленький, молодец, не достает веры. Они не могут до конца доверить. Еще не хватало посвящения, памяти, все разряжались. Потом написано, что они должны были получить силы. У них не доставало силы. У них нет своей силы. Мы не ранее мечтали, что это безграмотные недежды. Так, а тут, чтобы их хористей не привыкли к тому, что восхищение. Но это не было мечтали. Но он перевернули, и до сих пор продолжают переворачивать восхищение. Какое есть мы сделаем для меня? Что есть важность? Это в принципе рыбакли, в том месте, в том месте, в том месте. Как они рыба, который я говорю, эту западную. В том месте, когда мы говорим о журнале и некийеме. В том месте, как это впредь на моем месте. Это не очень важно. А это marc. Ну, еще не сломали. Чтобы свои клап insecchnet, в том месте, и старlık и канавир. Как они нравятся там сайтамиころ? Как он любит, где cose check with them? Когда Андрей переходит на последний. Или Максим переходит на последнюю? Ну. что бы я не так ниAhев, а не надевал. Я не так ни часов у меня, ни всё. И процесс возможность. Неванить меня, как бы я неумил. Я пробовала меня, а я не думаю, что я не могу речь. Я не думаю, что я не слышал. Я не думаю, что я не могу. Это было ничего. Я не думаю, что я не могу. У кого-то из нас может быть какое-то особое дарование, яркое дарование, а кто-то может быть в нем не заметить, кто-то не искушает вас, кто-то не будет предметом того, чтобы кто из нас уважнялся. Кто-то было до этого у учеников, после того, как уже они увидели Иисуса Христа с обороженной просьбой. У меня все это для тебя важнее, чтобы я не вспомнил в единстве, в единстве свое предназначение. И нам, конечно, интересно, почему же вы, как его мир, убрали в блог из блог каких-то простых людей, каких, как вы, где там людей. Посмотрите, если я стараюсь, нам 12 дней. обидно проявляю, довольна для тебя благодать и довольна, ибо сила моя встречает Бог в нем немощи. И потому я гораздо охотно не буду хвалиться своими немощами, чтобы я забытала во мне и во Христе. Бог избирает не мошенникам, но христианникам, и христианникам. Ни с линией в каких-то он сам наделяет силы, чтобы его верность не исчезала, чтобы его сила повернуть. Теперь непосредственно нам апостол Павел обращает в Господь. Посмотрите, братья, о, вы, кричите! Немного из вас мудрых, поплотных, немного сильных, немного благородных, но Бог не убрал не мудрое миро, чтобы послалить всему Богу. Немощное миро избрал Бог, чтобы послалить всему всему. И незнатное миро, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упражнить значащие. Но потому, чтобы ни к этому опору не хвалился и Бог. Ставьте, чтобы это применение присмотреться на этот Бог. И просто не в нас посмотреть на сверху. Кто не проснулся на сверху? Отмешивайся на сверху. Если бы вы со мной познакомились с бытого, как я уверовал, вы бы вряд ли и поставили И теперь, чтобы мы были любимыми, чтобы его поводить в этот раз. Пусть это будет хорошим напоминанием, чтобы никто из нас не хвалился с Богом. Пусть это будет хорошим, иди к тебе, иди к тебе. Иди к тебе, иди к тебе. И последовательно. Говорю, что это место совместного поклонения. Сказал, что те, все они единодушно предавали в Малеве и Марию, некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с Божьей Миссисом. Где он сегодня не стал упомянуть? Кроме 15 апостолов, здесь некоторые женщины тут на самом седине, он не поменял, так что там было где-то 120 человек. Ис varsa их некоторые женщины и здесь морея на Азии Валере и Харриста, кто они могли быть? Эти женщины. Ну-ка, рассказывают, как они вообще пробили это… Вот эти показатели мы видим. примерно 10 дней, до Пятидесятники, вот они все были вместе, здесь, скорее всего, были Мария Магдалина и потом еще Иоанна, это, вы знаете, чей муж служил самоправителем Унировым, поэтому Лука рассказывает в 8-й главе, там была еще Суссана, это женщины, которые служили, написано своими именениями Иисуса Христу и ее апостолов, потом есть Мария, мать Якова, возможно, она также была там, и вот после этих женщин Лука упоминают с особым почтением Марии, мать Иисуса Христа. Мы знаем, что во временности Атенческий Христос, мать поручил Иоанну, любимому ученику, да, почему? Потому что, потому что, потому что у вас вновь духовно делается этот слой, и мы теперь видим, что Мария, кстати, Мария уже в последний раз, и вспоминается в этом актрисе во всем Новом Завете, и мы видим, что она была служителем, в котором она была служила в 7-й главе. В том, что она умерла умерла, и умерла умерла. Мы сейчас он, в том числе, потому что. Что, того она родила во сколько, с которым шоу источникам. Вот и у нас есть, у нас происходит в отношении ее. Будете посвятить? Потом дети поменяются братья, кровные братья Иисуса Христа по-моему. Не знаю, что они до этого не верили в Иисуса Христа, а вот здесь уже невидимо лист похваления не находится. Мы знаем, что в 15-е веке Павел говорит 1-е коринфянам, что Иисус Христос лично явился ярко. Яков, скорее всего, который родился с первым после Иисуса Христа, не знаю, не другие имена также, да? Братья Иисуса, это Иосифей, кроме Якова, а потом Иуда, и Сима, теперь братья. Иисус Христос, Яков Семовича, руководителем Иерусалимской церкви, кричит после того, как Иисус предсослидил за Якову, он это все рассказал своим братьям, и вот они все уже идти находятся в докладе. Иуда не знал, что это братья Якова, который написал по словам Иисуса Христа. У них всегда является как здоровый звонок, и Иисус Христов, но важнее есть для себя первой церкви. Что важно здесь увидеть людям? Количество разобралось, что я при этом обозначу их здесь не беру единодушную молитву. Соответственно, и апостолы и грубые, их молитва отличалась единодушной. Я говорю, запомните все. Запомните, единодушной – это любимое слово в руке. Потому что он употребляет в детстве трассы. Но он на ветер в другом месте лишь один раз это слово употребляет. Он очень любит в руках отличать то, как отличалось единодушное. Что это слово? Единодушное – это единое целое. Постоянно встречается вместе. Постоянно объединяется. Я не доходил от меня. Вот почему мы собираемся. Вот для чего мы собираемся. Постоянно. Постоянно. А это сказано, как бывает такое. Сундаментальное единство первого ритма. Это дед был кого-то. Конечно же, истина должна объединять. Конечно же, учения Христа и дедам истины должны быть единны. Один богослов принято пишет. Собранные единодушно и ищущие воли Господа в молитве и собранные для выполнения Божьей листии. Ведели умом, ведели устремлениями и дели чувства. Итак, вот таким единством они пребывали в молитве. I like that. Одну молитву. Поэтому их молитва в второй момент отличалась на той чего, с кем они постоянно. Постоянство. Вот этот глагол. Пребывали. Постоянно. 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 Да. И не думать, что там и смех приемлияли, что это на свое место там чай пили или там что-то у них было. Но главное занятость это постоянно пребываться не может. Расположительное такое действие. И третий очень важный момент. Их молитву отвечал конкретный писатель. Вот перед этой молитвой стоит определительный раптики то, что указывает конкретная молитва. А вы ее не молитесь. Может быть Бог, чтоб Бог послал там здоровье там. Или чтоб Бог послал там средство для пропитания. И о чем как вы думаете молитва? Что это за конкретная молитва? То есть Христос разрешает. Христос разрешал, что все идет в действие. И я скажу тебе. И все вот это молитва. А кто в гости Бог обещал родителям небеса идет. Кто-то может помещать. Кто-то вам уже молитву. Бог обещал. Боги полны даю аминь. И мои ключники аминь не может быть. А птика не может быть. Но... Потому что это дебилейский звезд. Барнил находит в Парах, и Парам находит в плену в Бавилоне, читает в Писании, обещание, что через день вы смогли от Бога освободить. И что он делал? Он лёг на диване и идёт, когда Бог освободит, но он молится, и молится, чтобы он стал как видным, и вот сейчас не так, это было не очень. Меление находится в плену в Крымске, где потом, потом в разрушении находится Иерусалим, стена, храм, и он знает, что Бог обещал, чтобы восстановить Бога. И что он делает? Он начинает молиться, он начинает плакать. «Обитование идёт здесь, Бог исполнился, но есть моя участь. А мы молимся, Господи, дай мне быть активным участником в Крымске. Дай мне, чтобы я не стоял на стороне и был ожидающим и занятым так своими делами». Но я хочу непосредственным участником в Крымске. Я хочу, чтобы получить эту силу, которую ты обещал, и полную силу. Вот такой маленький случай. Почему я пишу? Вот на что было сосредоточено Иерусалим. Это значит быть сосредоточенным в единодушии, это значит быть постоянно, постоянно быть настойчивым, как учила искусственная космос. Настойчивыми своей болезнью, и это значит конкретные мышцы, духовные. Вот на сегодняшний день. Теперь, вы знаете, как именно, что вот, на секторе называется слово истины, вот помешение, мы не знали, как удобно делать. Открылся годится. Оно стоит действительно годится. Иерусалим. Бой, тут Бог в этом поле, где он был. Бог поставил здесь. Завтра Ренеевая, может быть, он даст там бабой, где-то на помещении, может быть, что-то свое, но где бы вас Бог не поспалил? Имите вот, стремитесь это сделать. Отсуществляйте свои жизненные цели, предоставить. Вот глава век. Я знаю одну семью, я не буду называть фамилии этой семьи, я знаю, что они, когда они были в предыдущей церкви, они искали квартиру, они искали дом, и они нашли, нашли дом, который им нравился. Это было в сторону, в другое, где-то в декабре, им нравилось это место, они уже подготовились там, вот-вот они должны купить это место. И тогда они услышали, что лишние годы будут в другом месте. Я вот пошли, я не знаю, что, что, не понимая, что это Миккей Петрович взял. Где будет место? Горница? В одном месте будем искать квартиру, телефон. Почему? Потому что это там новое место. Где Бог совершает своего избирателя. Где, в этом месте, в которой мы не искали. Это место. Где Бог из первого этого места. И было там в лес и в лес. С него. А в Украине. И он других мест. Там он. Субтитры создавал DimaTorzok